Как помочь взрослому сыну? Проблема с алкоголем и психикой. Многое перепробовали, проблема не уходит. Я отвечу, что могу в данном случае сказать. Во-первых, чтобы сказать, как помочь человеку, надо человеку видеть и помогать. Надо понимать его личную ситуацию, надо понимать причину его алкоголизма. То есть взрослый сын, сколько ему лет, женат ли он. Причина может быть в жене, причина может быть в воспитании матери, причина может быть в отце. Это могут быть какие-то родовые вещи. Это может быть какая-то практически тенденция, идущая еще в прошлых жизней. Поэтому ситуаций может быть много. Как проще всего человека снять с алкоголизма? Это нужно из его жизни убрать алкоголизм и заменить его чем-то новым. То есть это питание определенным образом, то есть переходить на более правильное питание. Почему? Зачастую мы говорим про питание. Потому что есть вещи, которые, скажем так, стимулируют торозитизм. Это мясоедение. То есть мясоедение, оно вызывает гнилостное пищеварение в желудке, она стимулирует человека к алкоголизму. Я уже не говорю, что зачастую с убойной пищей приходят определенные демонические существа, поселяются на человека, и они еще больше стимулируют. Поэтому это замена питания. Я понимаю, что человек взрослый, многие вещи за него не сделаешь. И если он чем-то питается, то можно что-то предложить, но за него поменять его питание нельзя. То есть насильно у него не отнимешь кусок колбасы. В этом случае ему очень хорошо, этому человеку, скажем так, перейти в какую-то иную сферу. Например, пойти заниматься йогой. Я понимаю, что все сложено, на самом деле есть какой-то уровень, на котором человек уже почти не реагирует. Если у человека запущенное пьянство, то, в общем-то, все средства хороши. Вообще пьянство считается болезнью, и если это на серьезном уровне, то человека нужно лечить. И для этого есть лечебные программы. Все зависит от того, конечно, на какой стадии у него пьянство находится. Пьянством является, если вы по выходным выпиваете водочки или вина, это тоже пьянство. Пьянство, если вы после работы пьете бутылочку вина, бутылочку пива даже, это тоже пьянство. Пьянство в слабой форме. Человеку нужно поменять среду, человека нужно почистить, человеку нужно поменять мировоззрение. А если человек еще на это реагирует? Есть люди, которые посмотрели некоторые видео, и после этого перестали быть алкоголиками, сумели сбросить. Нужно понимать, что пьянство – это не только проблема физиологическая, а это физиологическая проблема. Это проблема психическая, это духовная проблема. Если есть возможность его куда-то вывести на какое-то время, где он был бы в среде, где люди не пьют, где люди не курят, где люди питаются, например, растительной пищей. Какое-то время, чтобы вытащить эти среды. Если человек живет в городе, в среде, которая к этому стимулирует, это поменять достаточно сложно. Если человек ходит каждый день на работу, вокруг него пьющие люди. Если вокруг тебя вонь, вокруг тебя грязь, то изменить ситуацию очень сложно. Если все-таки человек взрослый, и за него какие-то вещи не сделаешь, то самое простое – это вывести его из среды. Ну, например, я понимаю, что сейчас зима, и это, наверное, нужно было делать ближе к лету. Например, человек выводится на какой-то семинар летний, где большое количество людей, где все питаются вегетарианской едой, в которой многое желательно растительного, где какие-то народные процедуры, там, танцы, какие-то положено-плавяно-ведические, например, там, люди занимаются гонами, люди занимаются йогой. То есть он попадает в среду, где можно вытеснить пьянство чем-то другим. То есть пьянство – что такое пьянство? То есть на полевом уровне на человека подсаживаются демонические существа, которые его жестко стимулируют к алкоголизму. На биологическом уровне у него перестают вырабатываться определенные вещества, и он вынужден их как бы брать из алкоголя. То есть на психическом уровне он получает время от времени прилив энергии за счет того, что убивает клетки головного мозга, и он на это подсаживается как на коман. В общем-то алкоголизм – это и есть одна из разновидностных команий. Чтобы из всего этого вытащить, нужно сделать очень, на самом деле, многое. То есть поменять его духовно-нравственную позицию в жизни, у него должен появиться путь. Изменить его питание на более естественное. То есть вообще, если у человека алкоголизм, надо уже уходить даже от мясного питания к вегетарианскому. Внести в жизнь занятия, которые будут раскрывать и развивать как человека. Это физическая нагрузка, но лучше, когда это йога, циклон, что-то такое, что его приподнимает. Потому что тренажерный зал помогает, но в этом плане меньше. Ощущение организма, чтобы из организма вывести токсины и, прежде всего, алкоголь. То есть алкоголь, который уже есть в организме, перестроить его. В известной степени помогает и голодание. Но тут нужно понимать, в каком состоянии находится человек. То есть в биологии проблемах, потому что если там проблемы уже с сердцем, проблемы с печенью. То есть, как говорится, тут нужна рекомендация врача, что и в каких пределах. А вообще, конечно, голодание в первую очередь и самым быстрым способом приводит к очищению. Чтобы давать человеку какие-то конкретные советы, надо человека знать. Поэтому, не зная человека со стороны, зачастую сложно что-то конкретно советовать. Самый, в общем-то, простой способ – это вывести его в среду, где будут люди от этого далекие, где он попадет в иное пространство, где сможет жить без алкоголя. После того, как он вернется из этой среды, должен пойти заниматься каждый день на какие-то практики, на какие-то вещи, которые дадут ему прилив сил, дадут ему возможность жить без алкоголя. А алкоголь чем-то заменить, например, соками. Хочет алкоголь выпивать сок, хочет еще выпивать сок. Но так, чтобы себе не посадить поджелудочную железу. То есть, в этом плане лучше фруктовые соки. Но алкоголизм – это серьезная болезнь, и вытаскивать человека непросто. Существуют способы и гипноза, например, но это сложнее сделать. В этом плане все вещи хороши, но что делать именно с конкретным человеком, нужно знать. Самый простой и самый такой, наверное, совет – это вытащить человека из среды, который стимулирует его к пьянству, и дать ему занятия, которые будут стимулировать жизнь другой жизнью. Точные ответы конкретные я вам не скажу. Иногда бывают случаи, когда помогает просто гипноз. Когда человек, в общем-то, сам хочет, и он приходит, и ему по левому уровню ставится программа, что он начинает жить без этого. К сожалению, это сейчас непросто, и мало кто может с этим помочь, но это тоже как вариант. Поэтому я вам не даю полного конкретного ответа, я не знаю человека. Григорий, интересную тему поднял. Я в Петербурге люблю один ресторан, живую кухню, он называется «Ара Фэмили», и там приносят журнал «Вегетариан» называется. И в последнем журнале, или в предпоследнем, не помню уже, статья про женский алкоголизм. И девушка пишет, что она избавилась от алкоголизма тем, что бросила есть мясо и стала полегче. Пошла заниматься йогой, стала ещё легче, и она прекратила пить. Ей было 24 года, и пила она с 14 лет. То есть там всё было очень серьёзно. Поэтому, в общем, бывают и такие случаи. Начните хоть с чего-то. У нас для решения подобных проблем создан проект «Реконструкция». Но я напоминаю, что если пьёт сын, то я не возьму его без родителей на проект. Потому что можно гарантированно помочь человеку от этого избавиться. И наименее затратными способами нужно лечить всю семью. Если у вас член семьи пьёт, это не только его проблемы, но и ваша. И придётся серьёзно пересмотреть своё собственное мировоззрение, прежде чем вы сможете помочь сыну. Потому что не просто так у вас пьющий сын. Поэтому жду на проект всех членов семьи, если вы решитесь. Если не решитесь, вот Григорий перечислил, что можно сделать. А я рассказала, что я видела и слышала, что делают другие люди и что помогают. В случае спрашивают, можешь ли ты посоветовать гипнотизёра, который поможет сыну вылечить алкоголизм? К сожалению, посоветовать гипнотизёра не могу. Знаю просто, что иногда это помогает. Что есть разные уровни гипноза, от блокировки до очищения. Посоветовать, к сожалению, не могу. Вообще-то очень тонкая тема. И не каждый специалист берётся за каждого человека. Не могу, к сожалению, посоветовать. Нет у меня на данный момент такой возможности, к сожалению. Подскажите по вашему опыту, информации, к какому целителю в Питере вы рекомендуете обратиться? Я бы для начала попытался попасть к Лазареву. Лазарев бы нашёл причину алкоголизма. У Лазарева недёшево стоит. И он принимает с перебоями. Но Лазарев, наверное, в первую очередь нашёл бы причину. Надо, конечно, понимать, в чём проблема изначальной алкоголизма. Потому что бывает причина не совсем лежит в самом человеке. Хотя всегда, по сути, виноват сам человек. Но зачастую проблема лежит в семье. То есть алкоголика может сделать нормального практически мужчину, просто его жена при неправильном мировоззрении. Я бы всё-таки самое важное, что сказал, нужно найти причину алкоголизма. Когда вы находите причину алкоголизма, то, в общем-то, с ним справиться легче. Вот если так сходу посоветовать, то я бы рекомендовал попытаться попасть к Лазареву. Попытаться попасть к Лазареву, даже учитывая, что у него сейчас тоже много своих проблем. Но он, по крайней мере, назовёт вам причину, понимая эту причину изначально. Потому что алкоголизма может быть много причин. То есть вы будете уже понимать, с чем бороться. Когда вы знаете основную причину заболевания, уже, как говорится, когда есть диагноз, можно уже думать о механизмах. Я имею в виду Лазарева Сергея Николаевича. Лазарева Сергея Николаевича.